Как и обещал, Минстрой Республики регулярно проводят встречи с дольщиками. На этот раз обсуждались проблемы, мешающие строить дом по улице Калинина, 83. С виду вполне готовый дом. Казалось бы, новоселье не за горами. Но дом пустует уже несколько лет. Изначально строительством объекта занималась компания «Победа». В 2017 году она была признана банкротом. В 2019 дом включили в единый реестр проблемных объектов. В 2016 году в первом квартале должны были завершить строительство. Но нашим чаяниям не было суждено сбыться. Мы вот до сегодняшнего дня, а это уже конец 2020 года, так и не дождались окончания строительства дома. Теперь достройку дома взяло на себя государство. Обязательства застройщика переданы региональному фонду защиты прав дольщиков. По данному объекту у нас решение по уделению финансовых средств было получено в прошлом году, в конце. Но ввиду того, что мы процедурно вопрос передачи объекта нашему региональному фонду достаточно сильно затянулся в арбитражном суде, сегодня только смогли приступить к проведению мероприятий по достройке. Застройщик самовольно увеличил этажность, из-за чего нарушил нормы пожарной безопасности. Они должны были соответствовать высотности здания. В связи с этим остро стоит вопрос корректировки проектной документации. После получения проекта с положительным заключением госэкспертизы будет проводиться отбор подрядной организации, которая будет завершать оставшиеся работы. Завершение проектных работ ожидается в первом квартале 2021 года. И в течение года объект планируют ввести в эксплуатацию. Ульяна Пятакова, Сергей Копеев, Игорь Зверев, Республика.